доброго времени суток всем друзья мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по острову майами принадлежащую проекту арма 3 altis life напомню что в предыдущей серии мы посмотрели на достопримечательности ковалы но точнее на ее центр мы посмотрели как тут можно зарабатывать деньги сколько стоит транспорт посмотрели как работает почтовая служба но и немножко разобрались в экономике данного острова ну а теперь под звон колоколов предлагаю продолжить наше путешествие по этому острову посмотрите на остальные достопримечательности ну а начнем мы наверное наш очередной забег по этому острову за гаража гаражи на каждом острове по-разному сделаны здесь я вижу сделано интересное решение в виде лесенки и казалось бы отчета удивляю что лестница как лестница а нет на большинстве островов к сожалению гаражный массив вот этот обносится забором и делается всего один вход и да если смотреть на это когда не уважение реализму туда гаражный кооператива всегда и везде обносится высокими заборами но если смотреть со стороны точки геймплея через день через два вам надоедает эта беготня вокруг квартала чтобы зайти в гараж поэтому мне нравится проект где есть и забор и есть несколько входов ну и пока я вам рассказывал тут про разновидности гаражей на этих островах машинку я уже получил и есть такое желание съездить в магазин грузовиков и посмотреть какой там есть ассортимент и какие цены и вот тут есть одна беда которая мне не понравилась изначально на этом острове здесь если ставишь метку на карте она в реальности не высвечивается приходится очень много рисовать на карте чтобы проложить себе путь на одном из островов где точно также убрали метку с карты я администрации задал этот вопрос зачем вы убрали статичную метку ведь она позволяет игрокам ориентироваться на что мне ответили что в реальности смотря на карту ты себя не видишь на ней поэтому все метки с карты убраны на этой же карте кстати метка персонажа то есть моя метка на карте есть а вот визуальной метки куда я хочу ехать нету ну тем не менее мы приехали к магазину и вот кстати плюс огромный плюс разработчику за то что он поставил здесь банкомат ну а вот такой транспорт здесь присутствует на самом деле транспорта немного но повторюсь остров еще не вышел в релиз остров только-только настраивается находится на фазе настройки экономики настройки транспорта поэтому сейчас его еще здесь немного но уже есть какой-то под разброс цен ну такой значительный так скажем ну а сами представленные грузовики как видите разделяются на фургоны и на цистерны на каждой модели есть фургон цистерна фургон цистерна есть разновидности раскраски но не для всего транспорта вот для этих машин например нету разновидности раскраски она представлена в этом цвете и видимо только в этом и будет кстати я не знаю это это я вижу потому что у меня есть випка или это для всех доступно вот к сожалению сейчас не могу сказать ну вот такие есть цвета я тоже не могу сказать это для вип игроков или это для всех у меня к сожалению Сейчас есть випка, которую мне подарили Поэтому я все это вижу А может быть простой игрок без випки этого и не увидит Ну вот в общем вот такие вот машинки Но я вижу, что нам не хватает денег И наверное нам придется Придется обойтись без машинки пока Да, денег у нас нету Поэтому придется ехать на нашей Красной девяточке И пытаться заработать какие-то денежки Именно на ней Потому как экономика здесь на самом деле Ребятки-то непростая Придется поехать и еще где-то поработать Для этого я предлагаю открыть планшетку И посмотреть какие товары здесь наиболее ценные Ну и что мы можем себе вообще позволить Так как надо не забывать, что еще Мало знать какой товар ценный На него еще надо лицензию купить На которую тоже надо денежки Я вот предлагаю остановиться на добыче песка Так как это средняя ценовая категория И видимо лицензия на нее будет стоить Тоже не очень дорого Ну и отправляемся в сторону карьера По пути я заскочу Куплю лицензию Лопата у нас есть Поэтому нам надо просто добраться До точки сбора песка Еще один минус пока мы едем Это Дальность точек И вот кстати опять Опять мои ненавистные Шлагбаумы Ну серьезно Я не устаю повторять Что вот эти вот блокпосты Придурочные Это пережиток прошлой армы На тех На первых сборках Сырой армы Altis Life Ставили вот эти вот блокпосты Сейчас это уже пережитки Это только утомляет игрока на самом деле Никакого РП тут нету Люди Поиграв неделю-две Начинают просто объезжать это место Потому что Ну действительно Утомляет Ведь эта конструкция По сути лишена смысла Если я повезу какие-то наркотики Или оружие Я здесь просто не поеду А если я еду честным человеком Да То мне навязывается РП На вот этом блокпосту А все что навязывается В любой игре Не может быть хорошим Однообразие РП Происходящего здесь Это Покажите документы Куда едете И предоставьте вещи для досмотра И поначалу Это даже интересно Ну это же РП сервер Мы играем РП Но потом это очень быстро надоедает Ну и вот так вот разглагольствуем Мы добрались до аэропорта А здесь нам надо посмотреть Какой есть ВИП транспорт Имеется ввиду авиационный И какой есть простой Для так сказать Простых смертных Ну и сказать Что здесь очень много ВИП транспорта Это ничего не сказать Один самолет представлен Но я должен напомнить Что сервер находится На стадии разработки И доводки еще Сейчас все балансируется И дополняется Ну а вот Вседоступного транспорта На самом деле побольше Но тоже Немного Ну добавят Я уверен Что добавят Летный транспорт Ну не дефицит Моделик дохрена И в интернете Много чего есть В этом я думаю Не будет никакой проблемы Вот есть раскраски Уже добавлены Пока небольшой В принципе выбор Достаточно стандартные модели Такие представлены Вот это мне вертолет Очень нравится Махавка по-моему называется А по поводу вот раскрасок К сожалению Опять не могу ничего сказать ВИП-ку мне подарили Но на большинстве островов Раскраска доступна Только ВИП-персонам Так сказать Поэтому не знаю Будет ли раскраска Для всех Или только для ВИП Как говорится Поживем Увидим Но по ценам Видим Что нам только Вот первая модель Вот этого вертолетика Доступна будет Если мы сможем Заработать Сейчас какое-то Количество денег Ну и напомню Что мы продолжаем Наш путь Едем мы на Песчаный карьер Чтобы посмотреть Во первых Сколько мы сможем Заработать На такой маленькой машинке Потому что Большой нам не купить Денег еще нету Ну и как это вообще Здесь происходит И вот кстати Песчаный карьер И посмотрите Как это сделано Здесь красиво Что вот так вот Заморочились С простым Песчаным карьером А это как бы Не самая прибыльная работа Я на самом деле Вижу первый раз Очередной респект Разработчику этого острова Я считаю Что ну На всех островах Надо делать вот так Потому как Сама игра Сама арма Она не предоставляет Ничего подобного И это надо Подходить с головой С умом К этому делу Не забагать Не перегрузить сервер И сделать это все Ну чтобы было Антуражно и красиво Ну давайте посмотрим Как это здесь Добывается Ну Мы уже видели Да Три копания сейчас будет И дальше И дальше У нас что И дальше мешки В общем то Что с картошкой Что с песком Одно и то же Ну это все Мы уже видели На примере с картошкой В общем то Одно и то же Только там Почему то кстати Было три мешка с картошкой А вот с песком Всего два мешка дается Что то я не знаю Мне может быть Понизили випку Или так оно и задумано Тогда Тогда сколько же будет Без випки Пол мешка что ли Насыпаться Ну странно Ну да бог с ним Сейчас быстренько Накопаю машину И поедем продавать А пока Хотел бы сказать Что вот Ну я езжу Смотрю на вот эти точки Добычи Или переработки И казалось бы А чего тут удивляться А я вот недавно Побывал на Схожем проекте Названием GTA 5 RP Ну и уже из названия Понятно да Что RP проект Создавался на базе GTA 5 А GTA 5 Она уже базово Предлагает игрокам Целый город Со своими заводами Портами Фабриками Таксомоторными парками Там уже все это есть Армажа Игра другая Это изначально Симулятор боевых действий И поэтому я хожу И смотрю Как разработчики Выходят из этого положения И вот здесь на самом деле Посмотрите Какой антураж Да Этого в Арме Нету В большинстве островов Это просто Лысая площадка Присыпанная песком И это считается карьером Здесь же Автор подошел С душой И такие моменты Нельзя не отмечать В Арме Именно на них и строится Весь проект Арма 3 На этих мелочах На этой атмосферности Ну а мы как раз Подъезжаем к точке Переработки песка И будем здесь делать Из песка Стекло И вот опять Относясь к тому Во первых В этом месте Не бывает переработок Это уже подход автора Он заменил точку Переработки Мало того Что он заменил точку И видите Он даже поставил Какой-то объект Обычно Это вот такая Черная конструкция И ничего больше Здесь же автор Обнес забор Ну и скорее всего Забор здесь стоял Он поставил сюда Еще вот эту конструкцию Высокую Ну а сам процесс Переработки Сейчас вы видите Достаточно быстро Но опять же Насколько быстро Ведь у меня Подаренная Вип 3 Я думаю Что если без випа Это будет Ну раза в два Подольше Сама же менюшка Как видите Выдержана в одном стиле Как и в магазинах Черно-оранжевая В принципе прикольно Мне нравятся Еще вот эти Таблички Выскакивающие Вообще видно Что автор подошел Вот с таким Знаете Перфекционизмом Что ли Все таблички Менюшки Вот меню В правом нижнем углу Да Все такие Аккуратненькие Чистенькие Все вот эти Вот мелочи Они создают Атмосферу в игре Да Приятная табличка Приятный антураж Вокруг Перерабатывающего Вот этого станка Вокруг стоит заборчик Чувствуется такая Уютная территориальность Что ли Это еще один плюс Разработчику данной карты На самом деле И насколько я понял Здесь Точка переработки Или продажи Выполнена в своем Каком-то уникальном стиле За редким-редким исключением Здесь есть места Которые не тронула Рука разработчика И вот как Подтверждение моих слов У нас на пути попадается Еще одна точка переработки Посмотрите Как выполнена она Да Установлен Какой-то завод Объект какой-то Ну тоже кстати Армонский Ну видно да Что текстура в текстуру То есть он В контейнер Завод Ушел Но Все равно Есть какой-то антураж Это не просто Стоит в голом поле Черный станок Перерабатывающий Поставлен какой-то Памятничек Может быть Кстати памятник Здесь и стоял Бог его знает Но тем не менее Вот у каждой точки Здесь есть Такая Своя душа Какая-то Ну и как же Не упомянуть Мои любимые Шлагбаумы Это вот хорошо Я проехал Их открыл И ментов нет Сейчас бы тут Представляете Уже за это видео Только уже сколько раз Здесь проехал Ну и вот Мы подъезжаем Уже к точке продажи Нашего уже Переработанного песка В стекло Ну и стекло Сейчас будем продавать Кстати Можно не только продавать Стекло еще Можно перерабатывать В бутылке Ну это если Заниматься дальше Бизнесом Там алкоголем То стекло Перероделывается В бутылке И дальше Там уже разливаешь В них алкоголь И кстати Вот если продолжать Тему о том Как здесь Выполнены точки Переработки Продажи Вот эта точка Кстати Не тронута вообще Это вот Может быть даже Единственная точка Которой не притронулся Автор Но и тем не менее Мы продали на 140 тысяч Я могу сказать Что вот это уже Другие денюжки Это не на почте Работать И не яблоки ковырять Ну а продолжая Развивать тему Достопримечательности Этого острова Да То как здесь Выполнены точки продажи Точки переработки Вот перед нами Стоит огромный завод Не знаю Откуда он взят Такой завод По моему Тоже армовский Какой-то А может и нет Не буду утверждать Не знаю Это точка продажи Патронов В большинстве случаев На большинстве островов Вы бы увидели Просто стоящую Вот такую вот табличку Здесь же Автор подошел Посмотрите как К выполнению Этой точки продажи Ну на мой взгляд Это достойно Уважения Вот из таких вот Мелочей И складывается Впечатление Общее О целой карте Обо всем острове Вот у нас еще Одна точка Переработки Тоже казалось бы На большинстве Не должно быть Не должно быть Не должно быть Вот этих вот Конструкций Которые мы сейчас Проезжаем Все это Ну здесь сделано Автором Опять казалось бы Простая точка Но вот он везде Подошел С головой Ну и так вот Потихонечку Мы кстати уже Подбираемся Ковали Но с другой стороны Ну вот это Транспортное депо Так называемое Здесь дальнобойщики Берут заказы Оно здесь Стоковое Здесь Автор ничего Не сделал Поэтому не будем Задерживаться И поедем дальше А дальше Нас ждет Обычно Полицейское управление Оно практически На всех островах Стоит в этом месте И вот это же Здание стоит А вот Напротив здания Стоит какая-то Панорамная Панорамная вышка Ну я честно говоря Не знаю для чего Это может быть Здесь вертолетная площадка Она стоит для антуража Скорее всего Но сделано Выполнено симпатично Я такой не видел На самом деле Но здесь Неподалеку Находится один магазинчик Который заинтересовал Меня своим названием А называется Магазин Поясни за шмот Сам же этот магазинчик Поясни за шмот Запрятан среди домов Такой невзрачненький Вот он Давайте посмотрим Что тут есть Ну Предсказуемо Что одежды Немного Еще раз скажу Что У этого острова Все еще только впереди Все начинается Все В стадии разработки Но шмотя пока немного Основных моделей Мало И они все такие Как сказать Стандартненькие Что ли Но вот по кепкам Здесь все вообще хорошо Аксессуаров Куча Смотрите Есть какой-то Накидной шарф Что ли Я не знаю Что это такое Может быть Что-то женское Или может быть Религиозное Какое-то Я первый раз На самом вижу такое Расцветок много Ну Аксессуаров Как видите Много Шапки Все есть Но что мне понравилось Так это Вот эти цацки Их кстати много И заметьте Все цацки Дорогие Вот Таких цацок Я не видел Еще ни на одном острове Я видел Модели цепей Там крестов Но они уже были Вшиты в скин То есть Покупаешь скин И там уже Нарисована такая цепь А здесь она Ставится отдельно Вот выбираешься Кулон Цепь Ну Я не видел такого Это первый раз Часы Наручные Я видел Да А вот Таких Прибамбасов Я на самом деле И не видел Это какое-то Нововведение Портфели Какие-то странные Даже не портфели Это какая-то сумка Что ли Ну вот Наверное Поэтому и назывался Магазин Поясни за шмот Поэтому действительно Поясни за такой шмот Был у меня Как-то обзор На остров Зос Он очень богат Аксессуарами Но даже там Я такого не видел Но и здесь Неподалеку Находится eBay Подобную схему Я уже встречал Это как бы Симуляция торговли В интернете Она выглядит вот так Но насколько я понял Она еще пока В стадии разработки И тут нет Никакого функционала Скорее всего Она еще просто Не подключена Надо наверное Ждать в ближайшее время Займутся этим Но пока она Не работает Но выглядеть Это будет вот так Ну и раз уже Заговорили О симуляции Интернет технологии В игре Arma 3 Вот давайте посмотрим Как здесь выглядит планшет А вот одно из меню планшета А именно это Меню прокачки направлений Я почему-то уверен Что оно еще тоже Не доделанное Потому что на острове Можно заниматься нефтью А нефтяника здесь нет Можно заниматься охотой А охотника здесь нет Вот пожалуйста Копатель Видите Мы прокачали уже Второй уровень Мы на песочек ездили Вот он прокачался Там У меня сразу же Процент какой-то После получения Левела Будет начислен Так как мы ездили На почте Вот у нас уже Первый уровень курьера Ну вот так вот Здесь автоматически Прокачиваются уровни В любом вашем направлении Какое вы выбираете Также можно посмотреть Своё здоровье Но у меня нет бинтов Поэтому лечиться мы не будем В общем тут так Там еще есть много Там есть и контакты Но у меня нет контактов На этом острове Поэтому нет смысла Даже и показывать На этом острове Еще много чего Можно показать Премиальные базы Военные базы База повстанцев Тут целый остров повстанцев Тюрьма Еще есть Разновидности Переработок И сбора ресурсов Как они здесь выглядят Ну это наверное Будет уже В следующей серии А на этом у меня все До новых встреч Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok